здравствуйте дорогие зрители и вновь с вами мыльная пена с последними новостями из жизни звезд латинского шоу бизнеса ну что в прошлый раз у нас программа была идиллическая практически все про любовь но сегодня будет не так благостно потому что у нас и расставания и разводы и парочка скандалов но начнем события замечательных в прошлый раз мы вам рассказывали о слухах о беременности хиральдин бассан так вот буквально вчера габриэль сото и хиральдин бассан официально заявили о том что ждут второго ребенка ура товарищи наши сплетни как всегда подтверждаются и мы этому чрезвычайно рады но опять же мы очень рады за эту парочку потому что как ни крути а семья это лучше чем вообще развод эрик эллис второй раз стал отцом у него родилась дочка которую назвали оливия счастливый отец присутствовал при родах и об этом написал своем твиттере ну и к первой дочери по имени пенелопа присоединяется еще маленькая вот эта девочка и надеюсь семья будет счастлива разница между детьми где-то полтора года ну вот а теперь приступим к менее приятным новостям и у нас как бы долго играющий скандал с нинель конде и хуаном сипедой ну так вот на этой неделе поступили совершенно офигительные подробности журналист алекс кафе уверяет что у нинель был еще один роман кроме романа с папе диасом угадайте с кем стрюх раз и кто у нас самый желанный блондин всей латинской америки естественно это уильям леви так вот кафе уверяет ступ что эта информация стопроцентно правдивая что она исходит от людей очень близких к паре конда сипеда так вот что этот роман таки был и что хуан сипеда получил фото компроментирующую супругу и когда он эти фото ей так сказать предъявил она все отрицала и поэтому хуан не сдержался и как там пишется очень интересно произошел случай домашнего насилия короче говоря побил супружник женушку вот но если вы думаете что хуан такой уж вообще невинный и белый пушистый то вы ошибаетесь потому что он в свою очередь нинель изменял говорят что с какой-то брюнеткой он ей изменял самом начале брак потом еще какие-то девицы были ну и в общем друзья уверены что развод только к лучшему потому что эти отношения они были явно нездоровыми и чрезвычайно драматическими то скандал то побои то еще что-нибудь сейчас хуан встречается с какой-то молодой колумбийкой а нинель была замечена с бывшим мужем хосе мануэлем фигерова с которым она в свое время рассталась а знаете по какой причине да 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 из-за психологического и физического насилия и кроме того из-за многочисленных измен супруга но могу сказать что садо мазов полный рост чует наше сердце что мы еще много интересного про святую нинель узнаем уильям леви оправдывается за якобы мифический роман с химиной наварет и говорит что нет никакого романа не было это лично это только рабочие отношения они хорошо играли свои роли но вот все свое свободное время посвящает жене и детям вот интересно что он будет говорить в связи с последними событиями и как он будет отбиваться от связи с нинулей просто интересно бедная элизабет вот и когда это все общее надоест расстались ева лонгория и эрнесто аргуэлло хватило евы только на четыре месяца но причина расхожая она в калифорнии он в майами работа превыше всего любовь крутить некогда но все как всегда еще одна такая же история с расставанием у анны для регера и ее друга экс-секретаря финансов и планирования штата вера крус томаса рульс причина опять же такая же самая да много работы нет времени на любовь ну может быть это конечно нормально для современного мира когда женщина не настолько нуждается в крепком мужском плече и самодостаточной абсолютно скорее всего что и ева и она настолько занятой работой настолько эмоционально у нее погружены что ему никто другой уже не нужен особенно тот который требует к себе постоянного внимания нету женщины сил на это на все очень понять можно и последние две новости будете смеяться авиационные но первая новость у нас про викторию руфа которая страшно недовольна авиакомпании и берия аэролайнс они потеряли пять ее чемодан четыре потом нашли а вот пятый исчез бесследно а там были сувениры и подарки для друзей руфа заявила что такой безответственности она просто не ожидала и естественно обратилась с иском компании может быть конечно и найдут чемодана может быть уже давно разобрали эти сувениры сами на сувениры работников авиакомпании Пабло Монтеро опять отличился и устроил жуткий скандал в самолете который летел из Мехико в Монтерей значит ему не хватило места в первом классе а летать во втором сами понимаете ему реноме не позволяет он же звезда все-таки у нас потом он отказался выключать свой мобильный телефон и вел себя просто по-свински по словам очевидцев причем все в присутствии жены и дочери потом был скандал с тем что он хотел пойти в ванную первого класса его туда не пускали поскольку билет у него в другой класс девочка его маленькая полутора годовала все время плакала потому что ну папа орет на него орут ужас какой жена пыталась все это дело как-то утихомерить успокоить но безуспешно короче все остались страшно довольны особенно пассажиры которым всю эту некрасивую сцену пришлось увидеть ну вот на сегодня все ждем вас наших следующих программах следующая программа будет у нас в субботу подписывайтесь на наш канал до свидания